Амалит 9 тысяч древ у сё лета высажена в Гродне. Озеленение проводится как у молодых, так и старых микрорайонах. Прошлым, работы не ведутся не только весной и осенью, а и зимой. И это, констатуют специалисты, ЗУСИМ не порушение технологии посадки древ. На двород холодная пара года – достаточно приятный час для таких работ. Вольга Борисевич расскажет. У заснеженном Гродне вядется посадка древ. Такую картину назирали жихары областного центра ЗУСИМня Дауна. И это выкликало у их обурения и шмат питаний. Даречи, как и в уголе озеленение не уснежно. Разом с тем специалисты тлумачат, работы проводятся правильно с захованием техники посадки. Для саджанцев, як и зауседы, выкопают вялекие ямы и напауняют уродливым грунтом. А карения молодых древ засыпают землей. А дрознение только в тем, что их не поливают. Что тычется приживальности, то и она у высадженных зимой не меньше, чем в ясной ть в осенью. Зимний метод посадки практически ничем не отличается от весенней и осенней посадки. Сейчас погода даже более благоприятна, потому что, во-первых, саженцы находятся в спячке. То есть они сейчас находятся в прикопе у нас на специализированной площадке, крытой на базе. А когда весной они просыпаются, тогда просыпаются корни. И они уже находятся в новой среде, но уже довольно благоприятной среде. Мы эти участки согласуем с архитектурой, делаем на них проекты по зеленению. Мы согласуем с инженерными инстанциями, потом вызываем представителей на местность, где они указывают непосредственно, где проходят инженерные коммуникации, и потом производим посадку. Те территории зеленые, которые находятся там свободными, без посадок, они либо под застройку у нас, либо там проходит много инженерных коммуникаций, и посадка деревьев запрещена. Новые посадки древ, лип, бярос, рабин, кленов, ясеня у гэтым годзе з'явилися практически во усіх микрорайонах Гродно. На каждый участок бы узроблены проект. По махчымасти уличвалися и пожадания гораджан, як гэта было в микрорайоне Фарты. На Домбровского нам тоже выделили зону зеленую возле кольца. Но так как там любят кататься с горки, мы эти места обошли для того, чтобы продолжали дети кататься. Также для загорающих там тоже территории достаточно осталось. Замес одного выдаленного аварийного те старого древа, отзначают специалисты Гродно-Зеленбуда, мы высадживаем три новые. Такий темп дозволить у ближайшие годы значно повеличить процента зеленения областного центра и зарабить его одним из самых зеленых, а значит и чистых городов при неманя, а может и у всей Беларуси. Продолжение следует...